здравствуйте о мы застали нашего следующего участника рустама бунятова за анализом его партии только что из третьего тура рустам что случилось как-то так в дебюте вроде было все хорошо я так смотрел партию что компьютер показывает оценивает дебюте у нас получился необычный вариант славянской защиты сверху 6 до такой агрессивный до интересный такой вариант такая критическая позиция если так отмотать чуть-чуть назад я думаю что где-то вот тут мне надо было на е3 ферже 4 играть то есть я считаю вот этот она то есть держать слона на f1 как бы он рокернулся да ему тяжело закончить развитие и потом еще тут был момент как-то нормально вот тут я землю я видел е4 на конь d4 конь d4 он же 4 тут я бью слона да и висит ну все у меня как компенсация есть да играть и играть все-таки пешки есть да и фланг можно как-то вот этот момент вот после е4 последний шанс был надо было е4 я бы может быть и получил бы перевес а вот потом уже потом да он успел клади по центру дать то осталось по центру у меня как уже это когда уже не было двух слонов уже тяжело ну окей окей тогда не раз не расстраиваемся все таки партия интересная думаю имеет какое-то теоретическое значение не часто это ферзи 2 по моему основной ходу хорошо побить фельд b3 как бы получил что-то такое ближе к ничьи но это неинтересно датка и скучно а так получилось такая как получилось хорошо какие вообще завтра с кем играешь первую партию надо готовиться ко всем надо готовиться все опасные зубастые так но я думаю после последнего турнира я думаю ты остался доволен турнира за лакарыш это в венгрии хороший хороший результат уровень турнира хороший был поднял где-то пунктов 60 там с международными мастерами поиграл неплохо конечно турнира был бы намного лучше да ну посильнее но хотелось просто поднять рейтинг потому что там шалко что нету партии с турнира боя в интернете да они не делали их не выставляли все-таки уровень очень-очень крепкий хороший вообще как организация турнира понравилась да организация была на хорошем уровне проходила в школе зал был большой и рядом был как ларек прямо внутри зал настолько большой продавали продукт все что хочешь да можно было купить и шахматные книжки можно было купить чтобы чтобы это сейчас я почему так иронизирую бы сейчас тема очень пошла с этим читерством поэтому сейчас люди ну покупают тоже книжки во время турниров я заметил в польше очень часто и потом подсматривают такой не замечал венгрии не было таких приколов болгарии до не было там до таких приколов сейчас очень да сейчас очень ладно скажи миллионер open они сильно играет по сравнению с нашим уровнем у нас у нас более за вы у нас более заниженные рейтинги у них завышенные скорее всего так подравнялась до чуть-чуть очень много постсоветских людей которые хорошо шахматы уехали в америку начали тренировать поэтому уровень соответственно них вырос причем там даже шахматами заниматься более рентабельно чем украине там кого есть возможность играть в турнирах турнирах призы не маленький ну да выгодно какой-то все равно то добьешь и то что проиграл то что вложил понятно хорошо какие у тебя планы нас на этот вот какие хотел бы ты летом сыграть вот в чехию венгрию польшу продубится да нет после полома турнир будет ну да то есть это уже до никуда особо не поедешь но то нету смысла все-таки хочется чтобы на полный какой-то турнир съездить до чехия может быть вот сейчас болгарии буду турнир ну я не знаю наверно не получится там тяжело просто хотел поехать на пляж ну да греции греции я был что-то мы начали много рекламировать всяких стран давайте мы все-таки вернемся да возьмем возьмем все-таки львов мы сейчас в львове поэтому рекламируем львов львовская кофе и тому подобное хорошо растам тогда большое спасибо за за интервью желаю туда успеха в этом турнире поднять рейтинг сыграть хорошие цельные партии показать высокий спортивный результат и остаться с хорошими впечатлениями об львове пожалуйста